Весь такой загорелый, видно сотых от жаркого юга. Воспоминания ветеранов Афганистана. Сегодня они рассказывают о событиях 30-летней давности школьникам. Тогда, в феврале 89-го года, во время вывода войск советских солдат встречали тысячи людей. Местные жители, родственники, журналисты, жители Кушки, самой южной части России, вручали мужчинам арбузы. Это было в месте, где кончается география и где температуру летом зашкаливает за 40. Те, кто прошел школу Афганистана, они помнят и знают о том, что не будь этой войны, наркотики пришли бы в нашу страну гораздо раньше. Сейчас 80 тонн героина поставляет Афганистан в разные страны мира. Это миллионы доз могли бы получить в том числе и наши россияне. Поэтому то, что 10 лет наши войска пробыли в Афганистане, 10 лет задержали лавину наркотиков через афганскую границу. И тем самым вот эта вот беда позже пришла в нашу страну. На встречу с учащимися 10-го класса 6-й городской школы Анапы пришли ветераны-афганцы, представители творческого общества «Путь к успеху». Гости познакомили ребят с историческими фактами тех событий. Кроме военной, наша страна оказывала продовольственную помощь Афганистану, лечила раненых, помогала восстанавливать страну. Лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, певица Надежда Струнка, чей дядя не вернулся с этой войны, исполнила песни для того, кто прошел огненные дороги Афгана. Ребята заинтересованы, слушали. Ребята заинтересованы, могли и, видимо, вернувшись домой, покопаются в своих альбомах, найдут фотографии, письма своих дедов, которые участвовали в Афганской войне. Мы видим очень много молодежи, и у них глаза действительно горят. И наш, будем так говорить, долг ветеранов рассказать о тех днях, которые происходили 30 лет назад. Я благодарен именно сотрудникам этой библиотеки, которые действительно творческие люди. Обязуюсь всегда приходить сюда и рассказывать о том, что это было. Библиотекари познакомили ребят с выставкой «Не смолкнет слава тех военных лет», на которой представлены лучшие книги военной тематики из фонда Центральной библиотеки. Книги об Афгане написаны на русском и английском языках. Память солдат, погибших в афганской войне, собравшиеся почтили минуты молчания. Анна Жукова, Анапа. Регион.